В эфире новости в студии Ольга Ельфимова. Здравствуйте! О главных событиях к этому часу расскажем в нашем выпуске. Поменяли дрова на современные газовые плиты. Новое оборудование в домах установят полтысячи жителей поселка Красный Маяк в Коровском районе. Экологичное топливо обогреет и местный детский сад, и школу. Газопровод проложили в рекордные сроки, меньше чем за год, благодаря активной позиции главы региона Александра Авдеева. В каких еще селах и деревнях протянут заветную желтую трубу, узнала Наталья Забнина. Площадка детсада в Красном Маяке. Рядом школа. Валентина Куликова здесь замдиректора. Говорит, этого дня очень ждала. В поселок наконец провели газ. В школе у нас очень хорошая столовая, которая обеспечивает полностью питанием всех обучающихся. В этой же столовой готовится и для детского сада. Но котельная работала у нас на дровах. Дровами запасались еще полтысячи жителей поселка, в том числе Елена. Ее семья живет в частном доме, теперь газифицированном. С газом получается два с половиной дня. Это просто шикарно. Это даже не описать словами. Цена вопроса – 120 тысяч рублей вместе с установкой оборудования. Почти такую сумму Елена тратила ежегодно за пять машин дров. Это в прошлом. Под ваши бурные аплодисменты и овации! 22 километра протяженность нового газопровода. Он соединил сразу два района – Ковровский и Судогодский. Установить плиты в доме смогут еще две тысячи человек из семи сел и деревень. Это событие колоссальное. И главное, это дает еще и дальнейшее развитие нашего Ковровского района. Следующий объект – это будет село Павловское. Мы уже сдали документы в администрацию Владимирской области. И это только начало, подчеркнул глава региона Александр Авдеев. Заявку на газификацию уже подали 400 жителей района. На самом деле до пяти тысяч заявок мы потенциально ожидаем от жителей всех деревень и населенных пунктов. И если проходит газопровод через несколько населенных пунктов, то примерно на одном газопроводе, вот как здесь сегодня, сразу восемь деревень получают возможность подключиться к газу. Александр Авдеев поставил задачу за три года газифицировать еще 288 населенных пунктов. Это почти 18 тысяч домов и 90 котельных. Цель поддержали и газовики. Такая инфраструктура, уверены они, позволит подключить к заветной трубе частное домовладение, промышленные предприятия и соцобъекты. Сегодня обращаясь посредством телевидения «Губерния», хотим сказать, пожалуйста, напишите заявление. Вы станете участником государственной программы до газификации. Мы бесплатно построим газопровод до вашего дома вместе с правительством Владимирской области. Власти региона уверены, новый газопровод в Ковровском районе – еще один шаг вперед для развития области, в частности, особой экономической зоны Доброград. И средства немалые, практически на 40% мы увеличили объемную программу газификации, то есть 3,6 миллиарда рублей. На эти средства уже в этом году газ проведут в 48 сел и деревень, из них 12 в Ковровском районе. Благодаря ДОП-соглашению с «Газпромом» во Владимирской области построят еще 270 километров сетей. Наталья Забнина и Андрей Беляков. Промышленный технопарк «Эксел» в Кижачском районе внесли в реестр Минпромторга России. Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев. Напомним, такую задачу перед министрами поставил председатель правительства Михаил Мишустин во время визита в наш регион. Поручение премьер-министра было выполнено. Сейчас в «Эксел» входит 9 предприятий. Это около 2,5 тысяч сотрудников. Александр Авдеев добавил, теперь технопарк получит дополнительную господдержку. Это значит, что предпринимателям будет легче наращивать объемы производства. В Владимирской области закупили новую технику для очистки и ремонта районных дорог. В регион уже доставили 49 единиц техники. Александр Авдеев сообщил, что это зимой автопарк. Некоторых районов оказался не готов к зиме. Техника выходила из строя. Некоторые города и деревни области оказались в снежном плену. Чтобы исправить ситуацию, к ней нужно готовиться уже сейчас, считает глава региона. Всего в этом году во Владимирскую область закупили 76 машин. Спецтехнику выбирали многофункциональную. Зимой с помощью нее будут убирать снег, а летом строить новые дороги. Председатель областного избиркома Вадим Минаев подвел промежуточные итоги первого этапа избирательной кампании. Процедура выдвижения завершилась накануне. Документы подали пять кандидатов. Кроме губернаторских, в сентябре пройдут и выборы в органы местного. Самоуправление на них выдвинуто 113 кандидатов. Электронного голосования на выборах не будет. У жителей области, которые не смогут проголосовать на своем участке, будет возможность воспользоваться процедурой мобильный избиратель. Как сообщил Вадим Минаев, за 45 дней до начала голосования можно подать заявление в территориальной избирательной комиссии, в МФЦ или в личном кабинете на портале госуслуг. То есть сразу же после того, как избирательная комиссия примет решение о регистрации кандидата и внесет эту информацию из системы ГАЗ-выбора, информация здесь обновится. Здесь можно познакомиться с той краткой информацией о кандидате, которая была представлена в избирательную комиссию, и получить, в том числе, как я говорил, уже доступ к сервисам по возможности смены избирательного участка, а также подачи заявлений для голосования вне помещения для голосования. Другим темам. В Патриотическом сквере города Владимира начали устанавливать детский городок. Сейчас там монтируют игровое оборудование. Строительство ведется за счет городского бюджета. Площадка обойдется в 6,5 миллионов рублей. Сдать объект планируют к 15 августа. Общая площадь детской площадки составит 700 квадратных метров. Там найдется занятие для ребенка любого возраста, подчеркивают в мэрии. «Запланирован городок небольшой, это вот детская такая площадка. Любимые всеми качели гнездо. Два элемента будет в разных местах площадки по углам. Будет каруселька для маленьких деток, будет каруселька для больших. Также будет любимый паук на тросах, который вот устанавливаем уже четвертый в городе. И также будет лабиринт, который сзади меня находится, для развития детей, для того, чтобы координацию развивать». На площадке будет специальное прорезиненное покрытие, которое защитит детей от травм. Городок намеренно организовали в зоне, окруженной деревьями. Солнечные дни здесь будет прохладно. Игровую зону оснастят системой видеонаблюдения. «Понятно, что будет следить за тем, чтобы на качелях не качалось 15 подростков, раскачивали, их ломали и так далее. Здесь в парке есть видеонаблюдение. Здесь же сидит пост охраны, поэтому достаточно будет следить за тем, чтобы здесь не нарушались правила эксплуатации детской площадки. И при любых вандальных случаях будет реагировать мгновенно». В эти выходные Владимирцев приглашают на праздник «Вишневый спас». Впервые после пандемии он состоится вновь и пройдет в воскресенье 17 июля. В 12 часов торжество откроет большой концерт в Патриаршем саду. Остальные площадки развернутся на Спасском холме и улице Георгиевской. Уже 8 лет традиционно большим спросом среди гостей праздника пользуется гастрономическая зона. Там можно попробовать пироги и напитки с вишней. Кроме того, ремесленники будут продавать сувенирную продукцию. На площадках праздника пройдут мастер-классы для детей и их родителей. «На сегодняшний день мы предлагаем возможность, так как мы пропагандируем семейные ценности, прежде всего для родителей с детьми посетить наши мастер-классы. Потому что такие замечательные вишни семейные могут сделать родители вместе со своими детьми. Значит, вот такую на память открытку, вот такую лошадку, не в яблоках, а в вишнях сделать на память. Вот такой маленький сувенир». Вечером гостей праздника будет ждать приятный сюрприз. В 19 часов на смотровой площадке улицы Георгиевской со своей музыкальной программой выступит кавер-группа из города Иваново. «Они позиционируют себя как уличная группа, уличная музыка, поэтому они будут раскладываться, они будут настраиваться. Все это будет в таком онлайн-формате, очень интересном, как это обычно делается на пешеходных зонах. И вот они обещают нам два часа замечательной музыки». Помочь раненой птице или птенцам, которые лишились родителей, в Кижачском районе работает Центр реабилитации для диких пернатых. Сотрудники организации не делят питомцев по степени ценности. Они готовы выходить не только редкую краснокнижную птицу, но даже обычную серую ворону. В этом обдилась Татьяна Гордеева. «У этой вороны нет клички. Мы специально не хотели приучать ее к людям. Надеялись, что травма крыла заживет, и мы сможем выпустить птицу. Но перелом оказался серьезным. Прошло полгода, а птица почти не летает. Поэтому выжить на свободе, без помощи человека, она просто не сможет». В такой ситуации есть два варианта – пройти мимо или попытаться помочь. Мы забрали ворону домой. Всю зиму она жила в обычной городской квартире. Гуляла по коридору и ссорилась с кошкой. При этом быстро выяснилось – дикая ворона не самый лучший питомец. «Зимой на балконе держать не будешь, держали дома в коробке. Коробку она периодически грызет в клочья. Одна коробка в неделю с большим трудом хватало. В моей ботинке запрятала еду. Обычно все такое полужидкое. Куски мяса». Весной для вороны соорудили клетку на улице. Но мы понимали – ей нужно учиться летать и общаться с сородичами. Да и забирать дикую птицу опять в квартиру наша семья не была готова. «Вот. Здравствуйте. Отдай. Аккуратно. Отдай. 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 С вопросом, куда деть ворону, мы прошерстили интернет. Честно говоря, не рассчитывая пристроить нашу дикарку. Но выяснилось – в Киржачском районе есть центр реабилитации диких птиц «Вороне гнездо». И там согласились нам помочь. Центр открылся год назад рядом с деревней Красилова. Большое птичье хозяйство нам показывают волонтеры. Маша Тужик всего за четыре дня научилась разбираться в рационе пернатых. Маленьких птенцов она кормит каждый час. Черные дрозды любят сверчков. Люди не сильно принимают человека за дрозда, и просто важно, что есть их всегда. А это птенцы ворона. На первый взгляд уже большие взрослые птицы. На самом деле еще совсем малыши. Даже еду с земли они сами брать не могут. Только призывно машут крыльями и просят корм. В центре несколько сотен птиц. Раненых или оставшихся без родителей из разных концов страны их привозят сюда небезразличные люди. Узнала, заинтересовалась работой. Я всегда любила птиц. Здесь спасают птиц, помогают им, возвращают обратно в небо. Конечно, для птиц это самое большое счастье – вернуться в небо, на вольное хлеба. Организатор центра Вера Пахомова. Москвичка променяла комфорт столичного города на непростую деревенскую жизнь. Она говорит, многие птицы здесь пострадали от рук человека. Краснокнижный орел-могильник по кличке Ария – жертва браконьеров. Она была подстрелена, и крыло сохранить просто не удалось. И, естественно, такая птица уже теперь не подлежит выпуску в природу. То есть она обречена просто на жизнь с человеком. Хозяева этого вольера – совы. Двух из них передали в приют волонтеры. Они жили у фотографа. Выпустить этих птиц тоже нельзя. А вот среди чаек большая часть птенцы. Когда подрастут, они смогут вернуться в природу. Беди-беди-беди. А это кто такая толстая чайка? Вера Пахомова начала работать с птицами 10 лет назад. Они жили у нее дома, потом в арендованном помещении. Вере стали помогать волонтеры. Участок под Киржачом удалось купить благодаря помощи любителей животных. Выполнив дневную миссию, Вера пишет статьи о птицах и ведет соцсети. Это образовательная, раздействительная работа. Чтобы знали, чтобы не было, что ворону нужно истребить, стрелять, калечить за чем-то. То есть бессмысленное. В центре больше 10 вольеров. Все они переполнены. В сезон сюда привозят по нескольку десятков птенцов в день. При этом большая часть птиц, которые уже никогда не смогут летать, представители массовых видов. В Европе таких усыпляют. Но для неравнодушного человека важна каждая жизнь. Есть такое понятие, как гуманность. Человеку она свойственна. И человек хочет помочь птице, которую он нашел. К нам за время существования нашего фонда ни одной птицы не обратилось, честное слово. Обращаются только люди с этими птицами. И мы помогаем, конечно, птицам, но мы помогаем и людям, которые этих животных находят, и которым нужно, чтобы кто-то взял это животное и вылечил его, и что-то сделал. Летом ухаживать за птицами Вере помогают волонтеры. А зимой она здесь живет совсем одна. Пока девушка не может нанять помощника. Ему здесь негде жить. На теплую бытовку нет денег. Центру срочно нужны волонтеры. Надо строить новые вольеры. Трудностей много, но Вера не унывает. Она надеется, что центр будет развиваться. Чтобы спасти как можно больше птиц, обреченных на гибель. И помочь людям, которые не проходят мимо тех, кто попал в беду. Татьяна Гордеева и Андрей Беляков. На этом у меня все. Оставайтесь с нами. Еще больше новостей на наших страницах в социальных сетях. А полную картину этого дня смотрите в вечернем выпуске новостей. Он выйдет в эфир ровно в 19.00.